Первое. Итак, любому человеку присуще врожденное чувство истории. Это вот тот элемент, тот фактор, который Бог в нас вложил изначально. В любом человеке. Это дано нам от рождения. Чувство истории может проявляться в разной форме. И особенно остро оно заявляет о себе в детях. В нашем понятии историей интересуются такие дедушки. Бродами они вспоминают свою жизнь. Бабушки интересуются историей. А молодежь якобы и не должна интересоваться. Всего от своих возрастных особенностей. Но в детях это чувство проявляется. Каким образом? Они задают вопросы дедушкам и бабушкам. А ну-ка расскажи, бабушка, вот когда ты была такая, как я, что вы ели тогда? Во что вы играли? Как вы одевались? Потому что бабушки начинают рассказывать, что у бабушек память цепкая на детали. У женщин. Женщины очень хорошо помнят вот такие детали, как свадьба, там, рождение детей. Бабушка там 90-летняя может помнить, в каком она платье там была, когда вот кто-то уходил замуж. У нее была свадьба. Все вот эти величайшие детали. Дедушки помнят другое, как они там сражали, своевали, там, в плену были и так далее. Дети постоянно теребят. Родители, бабушек, дедушек с просьбой рассказать что-то. Но со временем вот это чувство истории начинает заглушаться. Его запросто можно заглушить. Чем? Суетой повседневной. Ссылкой на то, что я занял моими текущими делами, текущими проблемами, текущими вопросами. Мне некогда заниматься историей. Но наш ныне действующий президент себе такое правило установил, когда он едет на работу, в машине, по пути в Кремль, что он слушает лекции Ключевского. Лекции по истории. Был такой историк, известный в России. Ключевский. Много к них написал. Лекции есть. Вот Путин едет на работу. Сколько там времени в пути? Наверное, еще мало, минут 30, там, легал час на такой скорости. Включает аудиокассету и слушает лекции Ключевского. А Ключевский жил в 19 веке. Путин в 21 веке. Загружен всякими проблемами государственными. Но он считает, что надо и Ключевского послушать. Даже по дороге к Кремле на работу. Это хороший пример. Вы много доводов привели в пользу того, что все-таки история нам необходима, но забыли о самом главном. Или, может быть, так вот, нуль его несколько вскользь. Как вы думаете, а в Библии есть такие места, где содержится прямой призыв к тому, чтобы изучать и знать историю? Есть? Проминайте наставнику. Послание евреям. Да, это послание евреям 13 главы. Проминайте наставнику. По-моему, это часть. Это история в лицах. А прямой призыв, прямое повеление. Кто может исполнять из Библии? По-моему, я не знаю, как они выходили вообще, чтобы не забывали их спор. Второзаконие. Можете открыть. Кто быстро найдет? Второзаконие 8.2. 28.2, да, второзаконие. Я думаю, что да. Как раз, значит, можно провести параллель. И помни весь путь, которым вел тебя Господь. Бог твой. Ты не вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем будешь, и ты хранишь заповедь его именно. Помни весь путь. И для какой цели надо помнить весь путь? Не просто ради того, чтобы любознательность удовлетворить, а ради чего? Смирить тебя. Смирить. Испытать тебя. Для духовного усовершенствования, для того, чтобы приобрести христианские качества. Не просто интеллектуальное любопытство, а конкретный практический смысл имеет знакомство с историей. А в книге псалмов библейских, как вы думаете, есть псалмы, которые можно назвать историческими? Есть? В 89-м. В 89-м. О чем речь? Молитва Моисея. Молитва Моисея. Там такая косвенная связь с историей есть. Там есть псалм о пути Израиля. Об истории и пути Израиля. О истории Израиля. Не помню. А вот давайте с вами откроем псалом 77. И кто-нибудь вслух прочитайте где-то со 2 по 7 стих. Открой уста моих притчей и произнесу гадание из древности. Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам. Не скроем от детей их, возвещая роду грядущему, славу Господа, и силу его, и чудеса его, которые он сотворил. Он постановил устав в Иакове и положил в Господу Израиля, который заповедовал сам нашим, возвещать детям их. Чтобы знал грядущий род дети, которые родят, и чтобы они в свое время возвещали своим детям. Возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Бога и хранить заповеди его. Спасибо. Вот как бы вы сформулировали этот пассаж такой одной фразой? Какая тема здесь? История. Тема истории. Можно сказать, тема исторической преемственности. Историческая преемственность, в которую входит и духовная преемственность. Духовная историческая преемственность. Дети. Детям те, в свою очередь, передают род роду. Вот такая непрерывная цепочка. Кто-нибудь из вас был в Брянске на конгрессе в прошлом году, в июле? Большой конгресс. Тоже много было разных секций тематических, но, вот, на мой взгляд, был один недостаток. Не была совсем задействована тема исторической преемственности. Данная тема была... не была затронута. Историческая преемственность. Это очень важно сохранять преемственность, сохранять вот эту цепочку. И иначе церковь может превратиться в дерево, которое болтается где-то в воздухе, без корней, без ветвей. Просто находится в каком-то неопределенном месте. И как оно может расти, и какие плоды могут быть на таком дереве, если нет корней, нет атмосферы соответствующей. Это что-то такое неопределенное, обезличенное. Тема духовной преемственности, вот, она непосредственно проходит через всю Библию. Это не наше пожелание, не наша рекомендация. В самом священном писании. Видео-семинария ТВС – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Вот мы задаем такой вопрос, ну, библейская история, можно ли ее отождествлять с общей историей? Мы себя называем евангельскими христианами. У нас на первом месте Евангелие, Новый Завет. А что, Ветхий Завет мы полностью перечеркиваем? Нет, мы его не перечеркиваем. Для чего нам нужен Ветхий Завет? Об этом в Постании к Павлу есть такое утверждение. Нет, это было, это происходило с ними как образы в наставлении нам, достигших последних веков. Образы, примеров для учения, для того, чтобы какие-то назидательные уроки извлекать из жизни патриархов, из жизни пророков. Вот возьмем, например, служение пророка библейского. Оно включало в себя три сферы, три направления. Библейский пророк должен был быть, как мы знаем, провозвестником воли Божьей. Он глашатый Божий, он посланник Божий, чтобы возвещать волю Божьей. Вторая функция пророка. Библейский пророк был, если говорить современным языком, общественным деятелем. В отличие от священника. Священник постоянно привязан к храму, к алтарю, он жертвоприношения совершает, богослужения определенные проводит, он за церковные ограды. Как мы говорим, он только при храме. Деятельность пророка гораздо шире. Пророк может появиться и в храме. Пророк может быть и на площади, на базарной. Пророк может быть и перед царем, перед правителем произнести речь. Пророк – общественный деятель, в отличие от священника. Пророк, он затрагивает общественные проблемы со временем. Его интересует там судьба страны, судьба мира, политика и экономика. Все интересовало пророка. И третья сфера деятельности пророков была. То есть они были историками. Они были летописцами. Многие библейские ветхозаветные книги написаны пророками. Самуил. Пророки не только предсказывали будущее. И не только будущее прогнозировали. Они писали то, что до них было. То, что в их время происходило. Это тоже они фиксировали. Они были летописцами, священные летописцы. Вот три функции пророка. Проповедь, общественная деятельность и история. Их перу принадлежат величайшие и глубокие книги Детого Завета. Пророк Исаия, Пророк Иеремия, Иезекииль. Это были очень разносторонние личности. Что мы можем записать. Изучение истории – это Божье повеление. Это прямое Божье повеление. Библейское. И Библия, в первую очередь, это тоже священная история. Священная история Ветхого Завета, священная история Нового Завета. И есть прямые призывы, прямое повеление. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok